всем большой привет я очень рада то что вы решили зайти ко мне в гости и сегодня вы немножко поменяли декорации немножко с другого ракурса я решила снять сегодняшнее видео прямо рядом с моей полкой она вся в кадр не вмещается на самом деле она достаточно высокая здесь раз два три 4 5 6 7 7 полочек 3 такие вот побольше там где вмещаются флаконы побольше то есть так как у меня открытый тип хранения то вы понимаете то что вот такие вот огроменные коробочки вот как например моя новая carolina rr very good girl они вот сюда еще вмещаются коробочки поменьше идут уже куда повыше и сейчас у меня на полках практически места нет они у меня уже стоят друг на друге и сегодняшняя тема у нас будет новые флаконы коллекции я решила объединить не делать каждое видео по отдельности я решила сегодня вкратце рассказать про те ароматы которые появились мои коллекции в полноразмерном объеме о которых я еще вам не успела рассказать вот я сейчас смотрю ну давайте-ка мы начнем с такой вот легкой классной новинки это black xs от по карабан тестерной упаковки очень даже достойная коробочка такой вот приятный картон не шершавый в этой коробке не стыдно их хранить потом конечно же когда у меня надеюсь появится шкаф я буду уже хранить все просто во флаконах почему ну посмотрите во первых какой здесь красивый шикарный флакон мне он очень сильно нравится это 80 миллилитров счастья я уже об этом аромате рассказывала в парфюмерных болталках беру не беру ой господи это просто роскошный аромат я такие ароматы называют шампунистыми здесь очень вкусные сладкие красные ягоды я здесь слышу и вишню и клубнику и малину также я здесь слышу целая вереница сладких цитрусов причем цитрусы такие вы знаете компотистые также здесь возможно есть роза и какие-то цветы я знаете ли в цветах не очень хорошо разбираюсь но этот аромат кто его не знает это был просто хит в двухтысячных годах но у меня его никогда не было и когда я его попробовала я поняла что мне это нужно это действительно очень красивый комплементарный аромат недорого он стоит чаще всего я наношу этот аромат на волосы потому что а с волос он звучит еще лучше он создает такое вот ощущение какого-то супер дорогого элитного классного аромата точнее шампуня как будто бы вы помыли голову самом дорогом салоне вашем городе и пахнут волосы вот так вот но на коже на самом деле на звучит тоже красиво это очень шлейфовый аромат очень приятный но невозможно в это не влюбиться я просто в восторге от этого аромата и вот тут вот у нас нарисована розочка но на самом деле розочки я здесь ее слышу но роза здесь такая вот очень деликатная очень такая вот сахарная мармеладная вкусная роза ну и следующий аромат давайте кожу пойдем тогда по тяжеликам вот вы уже все знаете эту прекрасную волшебную коробочку это 50 миллилитров шанель шансов хэш купила его в рандеву своим любимым да я понимаю то что цены кусаются и на шанель сейчас ценник к сожалению не радует и поэтому я вам советую ой так смешно смотрится мой рот но я вам советую покупать такие вот дорогие ароматы если вам жалко за раз тратить такую большую сумму долями в рассрочку и так далее тогда получается не так сильно больно у меня версия в туалетной воде почему я его решила взять потому что это мой парфюмерный якорь у меня был этот аромат в сотке в сотке он такой вот прям действительно увесистый большой 57 литров вот совсем такой вот малышок но даже 57 литров не хватит вполне себе потому что буквально 1 2 пшика и аромат хватит на весь день а то и на вторые сутки ой господи какой он красивый когда я его впервые попробовала еще больше 14 13 лет назад я была в полнейшем восторге потому что никогда прежде я не испытывала такого счастья от нанесения парфюма это было так необычно для меня это не самые типичные цитрусы которые можно найти в люксовой парфюмерии потому что у шанель эти цитрусы получились просто какими-то невероятно роскошными это не итальянские лимоны не какие-то бразильские апельсины это какое-то необычное звучание цитрусов который перемешивается с кедром и вот создается какое-то особое волшебное вот такой вот шанельевское звучание оно и свежее и одновременно сладкое и шлейфовое но в то же время этот аромат не то чтобы аромат чистоты но звучит он действительно очень чисто и приятно роскошный аромат невероятно комплиментарный уверена то что с этим ароматом вы незамеченной не останетесь я очень рада то что он у меня появился и все-таки надо было покупать сотку если это 50 у меня быстро закончится я обязательно куплю сотку потому что ну вот хочется хочется побольше иметь этого счастья причем он звучит одинаково роскошно и зимой и летом и весной и осенью здесь настолько вот какие-то парфюмерные цветы вот так умеет делал только во франции и вообще в целом во французской парфюмерии я только начинаю разбираться и он меня невероятно сильно к себе манит красивый аромат присмотритесь к нему кто до сих пор с ним не знаком я считаю то что шанель шанс о фреш в туалетной воде это один из самых лучших цитрусовых ароматов в люксе в целом и следующий у меня аромат будет новенький вот буквально получила его на днях это бракар это самый бюджетный аромат и сегодняшний подборки ароматов которые попали ко мне в парфюмерный гардероб и этом молнин дью и мизин кардин ой господи какой он классный за флакончик 50 миллилитров вы заплатите меньше 400 рублей зато счастье будет намного больше это очень свежий прохладный легкий легчайший аромат с белым чаем потому что мне кажется что здесь больше белого чая чем зеленого с какими-то нежными фруктами причем не цитруса а именно вот какие-то очень деликатные тропические фрукты аромат невероятно приятный то есть вот он он такой вкусный такой нежный такой вот воздушный как облачко легкая нежная очень подойдет давайте-ка я на душу как я наношу вот так вот я им пользуюсь и можно поливаться потому что даже если вы нанесете его много он ни в коем случае вас не придушит мне он нравится невероятно сильно то есть я очень долго думала стоит ли мне его покупать потому что лето уже заканчивается уже чувствуется дыхание осени однако мне кажется этим ароматом можно пользоваться и дома зимой после душа или просто выходной день когда вы просто хотите расслабиться и вам хочется чем-то приятно пахнуть но не хочется загружать себя каким-то чересчур сложным ароматом с каким-то невероятно тяжелым раскрытием а вот это вот легкая поливашечка она подойдет вполне себе для таких целей присмотритесь молнин дил от брака так но и следующий аромат я уже показывала вам в этом видео давайте-ка вот буквально вчера я купила этот аромат вчера я его получила смотрите какая огромная коробка у меня есть вот такая вот туфельку я уже выкинула коробочку там осталось вот буквально миллилитров 5-6 от силы и я решила то что мне нужен большой формат это моя самая любимая туфелька из всех которые мне удалось протестировать и я кстати на этом не собираюсь останавливаться я хочу еще дальше знакомиться с миром туфелек от каролины эреры посмотрите какая это роскошь огромная туфля вот даже сравнить вот это вот 30 миллилитров а это 80 миллилитров аромат невероятно красивый это личи такие вот сочные кисло-сладкие какие-то вот прямо вот такие вот звонкие-звонкие приятные розовые личи и очень вкусная такая вот также кисло-сладкая свежая красная смородина также здесь есть роза не выпирающая она очень тоже нежная такого деликатная она уже не мармеладная как в том же black x с она здесь такая вот прям знаете вот прям парфюмерная парфюмерная роза который любит класть в те же гели для душа или в шампунь очень красивый аромат невероятно свежий вкусный и сладкий аромат идеально подойдет на зимний период времени на осень поэтому эта туфелька ждет своего времени когда я начну ее носить потому что ну вот не влюбиться вот этот аромат невозможно если вы хотели давно познакомиться с какими-либо туфельками то я вам рекомендую начать именно с красной туфельки на мой взгляд она самая легкая из всех туфелек самая такая вот нежная самая деликатная остальные туфельки они уже будет так вот посильнее послаще и погуще ну и завершаем мы парад наших ароматов новинок флаконов вот с таким вот красавчиком вы уже знаете что это за аромат это бо империал от essential парфон от куэнтина биша это именно версия в коллаборации золотым яблоком почему я решила взять именно ее до подкуски все тривиальные просто я вы просто купил этот аромат потому что он был дешевле чем обычная версия а зачем платить больше если аромат все то же самое вы знаете это просто один из самых невероятно красивых ароматов которые я когда-либо пробовала в своей жизни это древесный аромат такой вот немножко щекочущий нос вот так вот прям как будто проникает вглубь вашего сознания прям до мозга доходит это такая вот запудривающаяся немножко древесность да и свежая древесина здесь и плавник как будто я здесь слышу и зеленые листья и траву вот такое ощущение как будто бы вы действительно зашли в какой-то такой вот лес в котором недавно был дождь и вот немножко есть запах земли да вот почули здесь чувствуется и какая-то вот сырая древесина и сухая древесина и иголочки сосны и какой-то аромат такой вот свежей лиственницы в общем этого действительно имперский лес во всем его проявления аромат невероятно шлейфовый стойкость вот до семи дней я не шучу на одежде это будет просто до стирки а даже может быть и после стирки аромат остаться поэтому очень классный аромат вот когда я была в москве вот буквально от каждого 2 3 человека пахло имперским лесом причем это были и мужчины и женщины и шлейф вот прям вот так вот знаете он как будто сбивают с ног поэтому будьте с ним осторожнее не больше двух пшиков пожалуй возможно даже хватит одного чтобы просто вот так вот пахнуть я обычно наносила всегда с пробника несколько пшиков но сейчас во флаконе он как будто бы он как-то гуще звучит поэтому я вам рекомендую просто вот так вот пшикать и входить в это облачко мне кажется будет намного лучше на этом я заканчиваю свое видео про свои новые флаконы в парфюмерном шкафу у меня еще осталось несколько новинок но когда накопится чуть больше 3-4 флаконов я сделаю такое же видео возможно я выпущу просто отдельное видео про одну или две новиночки не знаю как это будет дальше спасибо большое за внимание пишите пожалуйста комментарии какие из этих ароматов вам нравится какие из этих ароматов вы бы хотели приобрести и какие из этих ароматов в линейке которых они существуют вы могли бы мне еще посоветовать ну и на этом мы заканчиваем курсер кадери